Записаться и прийти на прием к губернатору, не выезжая за пределы района, жителям Покровского сказали, что это возможно, желающих было немало. Многие вопросы решаются действительно, которые тяжело решить. Поэтому люди ждут такие встречи, я думаю, что очень важны и актуальны. Мы надеемся, рассчитываем, что все наши вопросы, которые мы не можем своими силами прорешать, он поможет решать эти вопросы. Александра Башкатова, главу Ивановского сельского поселения, на встречу с губернатором делегировали жители. Все велели задать один единственный вопрос, когда у нас можно будет пройти и проехать. Дросского топки не почитай. Протяженность там 3,9 километра, ну 4 километра. Щебеночное покрытие. Но она подвыбилась. Дело в том, что это дорога, в которой школьный автобус ходит. А в следующем году дорога в ремонт, да? Спасибо, Владимир Владимирович. Это не мне, это Александр Александрович. Нет, это вам. Если бы знал, то раньше там приехал. Так поезжайте. Приезжайте. Перечень самых сложных и нуждающихся в срочном ремонте дорог жители продолжали называть на общей районном собрании. Звучали конкретные адреса, участки, где сплошь ямы до колдобины. Мост через село, которое проходит через реку Липовец. Мост в ужасном состоянии. Он подперт сваями, которые деревянные. Через мост ходят школьники. Вот в первый класс пошли люди. Учителя. Связывает село этот мост. На одной стороне села почта, школа, фаб, магазины. На другой жители мост в ужасном состоянии. Он в любой момент может обрушиться. Мостовые сооружения. Их проверить в этом году с привлечением МЧС. Чтобы МЧС тоже выехал и свои замеры сделали. Чтобы у нас, не дай бог, там какая-нибудь история не случилась. Дорожную тему Вадим Потомский подытожил. По 18-му году давайте по кроссоверен посмотрим один. Вот мы... Ну, у нас накапливается уже много. Там полтора, там четыре с половиной. В итоге сейчас километров 40-50 наберется. И надо приводить это в порядок. Если внутри вы как-то сами там справляетесь, то надо, конечно, поддержать. Поддержать надо район. Поддержим. В очереди на обновление не только дороги. Разговор состоялся о проблемах водоснабжения поселка Покровская. Я думаю, что он поможет. Обещал. Сказал, в понедельник уже Дмитрий Иванович будет знать результат. Центральный дом культуры Покровского района нуждается в переменах. Необходима на данный момент замена кровли, ремонт фасада здания и ремонт зрителей, залы и танцевального. В общем, полосу надо. Да. Помимо поручений, глава района Дмитрий Романов получил оценку губернатора. Она положительная по ряду направлений. Выполняются майские указы президента. Нет задолженности по заработной плате. Район достаточно прилично, динамично развивается, хочу сказать. И вот положительный момент, нет задолженности по заработной плате. Для нас это крайне важно, особенно в бюджетной сфере. Возможно, есть какие-то сегодня долги по частным предприятиям, но и то мы эти вопросы регулируем. Но пока у нас сигнала по Покровскому району не было. И это один из лучших районов, потому что это показатель сегодня один из самых основных. А это поручение главы области касается всех районов. Главное общение с людьми, чтобы мы на местах с вами знали, что на самом деле происходит в деревнях. Надо все слушать. Все надо не просто слушать, надо слышать, о чем говорят люди. Практика проведения личных приемов в районах Орловщины будет продолжена. Это дает нужный эффект, говорит губернатор. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.